Шарит, господи! Там два человека впереди, кто это? Стоять, какая группа? О, открыли! 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 Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов AntureNet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. AntureNet Z. Новая надежда для AntureNet. Привет, с тобой Теспи, и я продолжаю играть на РП-выживание, и сейчас прошло очень много времени. Я не помню, что произошло, и наша деревня, она разрослась, и я очнулся вообще вот тут вот. Под прошлым видео вы набрали хорошее количество лайков, и мне было очень приятно, большое спасибо. Если вы сможете так же, то продолжение выйдет как можно быстрее, я прям запарюсь. Приятного просмотра. Я отлеживался у костра, не знаю, что произошло, но как-то время пролетело очень быстро, и посмотри, какая сейчас наша огромная деревня, она разрослась. И мне бы вообще разобраться, с чем я могу помочь, у меня только топор и фонарик, и только обычная одежда, ни еды, ни воды, у меня ничего нет, и надо как-то добывать. У нас осталось 9 минут до закрытия зоны, быть может стоит в зону сбегать? В мертвой земли? Потому что времени очень мало осталось. А, зона у нас закрыта, я-то думаю, таймер 8 минут, это она откроется через 8 минут, вот все, я только сейчас увидел, что зона закрыта. Я слышал, что тут в городе кто-то разговаривает. Еще бы у меня мой дом найти, что с ним случилось, что произошло. Почему же меня не выходит? Абсолютно ничего не выходит у человека. Ничего у него не выходит. У него тут еще его вещи, его зарейдили, подожди, нас рейдили. А почему у него все сломано? Мне бы найти мой дом в этой деревне, я очень надеюсь, что он уцелил за все это время. А, музыка в доме играет, е-мое, я сразу и не понял. Изготовка ванных комнат, магазин мебели. О, так, хорошо, слушаю, я уже вижу, что я могу прикупить. Я бы шкафы купил, они, получается, 6 на 7. 6 долларов стоят, так это ж очень дешево. Так все, без проблем, купим все это. О, а говорят, какой-то мертвый город нашли, не знаю, как ты его так называешь. Извините, господа, можно вас спросить? Вы меня слышите? Слышим. Можно войти? Я вижу, это клиника. Ну, проходите, хорошо. Меня беспокоит то, что я ничего не помню. Я помню, было совсем немножко домов, и я проснулся, и тут уже огромная деревня. Я, похоже, все забыл. Город сильно разросся, да, ученые перебросили много очень подопытных, так сказать, кроликов. Они нам, и мы их заставили работать, да, в стране, в принципе, так можно сказать. Сейчас у нас очень много стоят домов, дома все свои, покупные. А почему я ничего не помню? Я вначале говорил то, что ученые перебрасывают вот сюда. Вы подопытные кролики, все мы здесь подопытные кролики, вот. Получается, на дайм проводят всякие эксперименты, натораливают у нас всяких монстров, вызывают погодные аномалии. В принципе, это пытаются сделать так, чтобы наша жизнь была не сладкой. Но вот, получается, есть такой один доблестный герой, можно так его называть, глава нашего острова, Оливер. Он помогает всем, благодаря нему у нас мир с четвертой группой, все живут в мире и согласии. Он, получается, объединил всех, кто находился на этом острове, и мы сейчас живем одной большой крупной семьей. А у нас есть враги? Ну, так сказать, враги. Враги, они, это из других островов, они, как сказать, относятся немножко агрессивно. Нам удалось договориться с четвертым островом. Там люди все-таки пошли с нами на компромисс и согласились с нами сотрудничать, да. Также остались у нас первый и третий остров. Они, так сказать, недружелюбно к нам относятся, особенно, если не ошибаюсь, третий. Но я-то там на вылазки не хожу, мне нельзя, я так чисто лопаю раны людей. Лучше спрашивайте тех, кто выходит на вылазки. У вас можно спросить? Я вам точно могу все рассказать, я являюсь заместителем нашего Оливера, я могу все рассказать. Пройдемте в дом. О, пошли. Меня Гидрой зовут. Меня Зеунд. Я хочу чем-нибудь помочь, потому что я все это время пролежал и я хочу поработать. Ну, смотрите, у нас есть, получается, два варианта. Либо идти на кровавые земли, что очень опасно, причем при вашей экипировке я вам туда крайне не советую. И есть вот у нас очень дружелюбный фермер, где, думаю, все клич. Вот у него может люботенка подыскать. Тебя проводить к нему? Да, давай. Но я уже был на кровавых землях, но, возможно, теперь уже в них гораздо опаснее, чем сейчас, потому что мутанты могут еще больше мутировать и так далее. Вас точно ничего не беспокоит, а то вдруг, может, какие-нибудь таблетки вам надо. Вы все-таки долго не было, вы были в коме, можно так сказать. Да, я себя еще прекрасно чувствую, единственное, что ничего не помню, но надеюсь, что-нибудь вспомню. Ну, давайте я вам тогда, если что, дам таблетки, а от головной боли вдруг у вас все-таки все-нибудь может произойти. Получается, запивать водой перед едой, перед приемом пищи два-три раза в день. Спасибо. Все, помахаем и погнали. Сумочек, кто будет отправляться, бинты всегда ваши бесплатные, всегда будут. О-о-о, вот это уже хорошо, это очень хорошо. Покушать? Че хочешь? Смотри, есть рыбка, вон, лук, лук, кольца, булочки там, вот, толкашечки. Дед, сразу все понятно. Дед, меня сюда привели, сказали, что ты можешь работку подкинуть. А, конечно могу, смотри. Вот у меня семечки здесь нет, вот, надо посадить вон там на огороде. Сейчас я тебе дам, дверь открою тебе, посадишь там, польешь их маленько. А я тебе хапки дам. О-о-о. Может еще что-то покрепче налью. Ух ты, ни хера, сколько всего. Удобрения, походу, еще дал. Дедуля, у него тут еще трактор свой. Да, 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 все, все хорошо. Ты меня клемал, да? Работать ты сможешь? Да, смогу, да. Ну пошли. Ты вот, кладешь, писать, что хочешь, вот. Я тебе там семена так-то дал, посади вот. Лучше вот на этой посади, мне удобнее будет поливать, собирать, вот. Ну вот так вот. Очнусь и сразу заработаю. Это семена кофе, кстати. Это, походу, апельсин какой-то, апельсиновое дерево. Я не знаю, надеюсь, оно вырасти, это будет вообще офигенно. Ну, в общем-то, дед, я сделал работу. Посадил. Сделал? Слушай, молодой, ты будешь-ка что-нибудь? Там алкашку какую-нибудь? Да, буду. Мне нужно поесть и попить. Ага, сачку можно так-то, булочку какую-нибудь. Да, булочку, булочку, булочку надо, да, да, да. Молодые, ты едет, яхтер, вы знаете, я этим не питаюсь фасфудом. Луковые кольца, ничего себе. О-о-о, шампанское, ничего себе, мы разбогатели, у нас шампанское появилось. Конечно, сам гнал его. Ну шо, за твое здоровье, дед. Ух. Ну, спасибо. Так, чё бы ещё тебе придумать? Вот, аж. Вот ты здоровый, как бык. Как-то можно тебе щучить безбахать, ты помой. Сейчас, давай ещё закусим это всё дело, потому что кушать я очень хочу. Смотри, молодой. Видишь, у меня тут стульев что-то нихера нету. Вот. Мне надо бревен нарубить. Я смотрю за топор ей. Нарубишь мне связку дров, тебе вот этот, так сказать, чувачок поможет. Вот, я тебе подгоню портфель получше. Ну и разгрузочку какую-нибудь. Чё он ты вообще одет? Какие-то тряпки мы тянули на тебя. Да, это я шо нашёл, это мне никто не давал. Молодой, сводил он человека до этого. Куда он там? А, лесопилка ещё мою. Табыл уж старый, не радость, как говорится. Так, молодой, смотри, портфель даю хороший, поэтому не просри мне его, а то я тебя найду. Ёкарный бабай. Сразу, чик-чик и не ошибись. Понял? Всё. Да, понял, понял, понял. Погнали всё, быстрее. Надеюсь, он хороший. Ну, он должен быть хорошим, портфель-то. Ты очнулся недавно, поэтому лучше пойдём пешком. Ты ещё не до конца отошёл. Лучше не беги. А у тебя водичка есть с собой? Просто меня сушняк берёт после шампанского. О, супчиком-то закуш... Сейчас как до развилки дойдём. Ты не прямо иди, а свернуть. Ну, то есть сворачивай. А раньше вроде прямо шли, разве нет? А там обвал случился, сейчас сворачивать нужно. Ну что, я тогда буду приступать к работёнке. Тут и животные, я смотрю, есть. Да, тут на кровать теперь бегут. А может, ты знаешь, у кого работёнки ещё можно взять? На ному деду. Там есть, конечно, у Оливера, но... Он сейчас с гермалорта отдался на лузу. Угу. Ещё очень хочется в этой серии отправиться и в Мёртвые земли, посмотреть, что там изменилось и как там сейчас живётся. Потому что у меня чё-то кажется, что там мутанты новые. Блин, а может и хорошо, что я туда не пойду. А может быть и пойду. Потому что меня могут им убить. Ну и рискнуть хочется. Ну всё, я больше не вмещу, я... Всё. Пошли обратно. Ну потемнёл, тут легко потеряться-то. А ты вообще сколько тут уже находишься? Да я вообще не помню. Но я помню, появился где-то. Примерно так же, как Оливера. Вот я его изданесил как раз. Свинка, смотрите, какая свинка. Ты меня очень сильно испугал. Не волнуйся, к тебе бы я не попал. Мы не можем дверь открыть, да о чём? Она на ключе заблокирована. Только если из окна. Ну окно сломай, вытащите из окно. Потащили, потащили. И за мной потащили теперь. А он не вовремя очнулся, вырубите, чтобы его... А это дед вообще за рулём был? Да, принесли. Куда разгружать? Так, ещё ему дерево. Всё, рюкзак возвращаю. Штанон наёмника и куртка путешественника. Это что такое? Ну-ка. Ого. И маленькая сумка. Но это мы, судя по всему, заработали. Так, сколько нам он даст? Ну нормально, больше, чем моя. А у деда-то нормально так работать, я смотрю. Садись вон там, присаживайся вон. Молодняком. Вообще, если топотный, так сказать. Что так низко, то со второй этажа прыгает-то. О! Дед, опять плохо, спасайте. Дед просто псих. Но он и угарный. Дед, самогоночка моя. Нормас. Прямиком к лазику, мужики. Отталкивать его будем. Ну-го, поможем, оттолкнусь тогда. Помогаем толкать. Давай, 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 давай. Вот так вот, вот так вот. Хорошо. Там это что, спрашиваю, нужно ли кому-нибудь... Сейчас на 18 процентов. Слушай, тогда подожди, теперь. Если у него есть патроны, то можно, в принципе, попробовать. Ноль из нуля. Да. Патронов-то на пистолете нет, он вообще пустой. Пойдем с нами. Погнали. О, да. А тебя как хочешь кличут? А ты как-то там помочишь, чтобы на могилке хотя бы имя твое набить. Зеланд меня кличут. Пишется как Зеланд. Вот так Зеланд. Я же тебя на могилке напишу Зеланд. Все, собственно, мы отправляемся на кровавые земли. Попробуем найти какую-нибудь экипировку. На самом деле, лучше бы, конечно, отправляться именно одному. Потому что так гораздо больше я урву. Возьму пушку, чтобы боялись меня монстры, хоть у меня патронов нет. В сторону фермы пойдем. Мне семян надо набрать. Тихо. И двигаемся. Идите сюда. Сюда. Через крышу пролезем. Идите сюда. Сюда. Идите на второй этаж. Так, 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 так. Сюда идите на карцанах. Тихо. О-о-о-о-о-о-о. Это огромный. Нет. Нет. Беги. Беги. Он шарит. Господь. Страшно, вырубай. Это минус один, скорее всего. А как тут пробежать-то? Вы пробуем. Так, 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 так. Молодой, давай, давай. Еще одного молодого потеряем. Помогите ему кто-нибудь. Пока ему помогает, я немножко тут немножко поутаюсь. Господи, такой шухер. Так, помидорка. Это семечко у нас будет. Дед обрадуется. Еще одежда. Иди, 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 молодой. Поживет он тебя. Я его не заметил. Погнали на ферму. Двигает. Времени мало. По моим расчетам осталось минут 20. И потом скинут сюда херню газовую. А вниз я еще не спускался. Внизу там бронепоезд я вижу. И туда еще проход какой-то. О-о-о-о. Страшно вырубаю. Но тут еще один. Пока они там разбираются, я постараюсь аккуратно прокраситься к механике. Или это газ какой-то. Тут никого нету, судя по всему. Я сейчас аккуратненько что-нибудь с доброй себе налутаю. Ткань. Еда. О-о-о. Вот это мне надо. Где-нибудь монетка еще. Монетка. Я нашел свою первую монету. И тут у нас металл. Очень много годного контента тут. Хотя я даже не знаю. Я очень много всего собрал. А может это не пригодится никак. Я пластик еще нашел. Мне эта хата нужна. А, в этом, ну да, нет. Я тут посмотрел. Тут никого не было. Я решил сюда прийти. Там два человека впереди. Кто это? Стоять. Какая группа? О-о-о. Вторая. Вы какая? Ага. Да что вы спадали? А что ты мертвая? Они же со снайперика еще были. Они могли меня завалить. Что у вас было? Там какой-то челик был с дробовиком. Ладно, Ржан. Пошли, не будем мешать. Ты посмотри, я полностью заутался. У меня куча всего и монетка есть. Что-то с дедом случилось. На плечо кто-то потащите с деда. Алло. Ребят, тебе на руку на руке. Но это все из-за самогона. Ну а то, что он фигачит самогон, вот и все. Недостаточно самогона, ну фига, ну вот и приболел. Дедуля. Тупые дети, я сказал. Я в сторону не жилет уже. Походу. Пошлите, ведь сейчас вы сдохнете из-за меня. На танцлете еще буду мучиться. Буду думать, как же вы таки сдохнете из меня. Но если еще водка, она никак не лечит человека. Она даже радиацию не выводит. Хотя многие думают, что водка, она выводит радиацию. Но нет. О, открыли. О, так, хорош. Шкаф. Господи, шкаф его надо брать. Монетка. Деда тоже укусил. Нога, что-то подъедет. А кто деда укусил? Зомби? Зомби. О, парни, может быть вы знаете, у меня был дом в общаге, а сейчас его нет, я не могу его никак найти. Мне что, надо заново заселяться? В общаге была перестройка, так что, скорее всего, твою квартиру. Все слить вместе со стана общаги. А мне только Ольвер может дать квартиру? Нет. А кто еще? Вот я и Гидра, там места в квартире нету, она будет сегодня достраивать. Так меня сегодня не получится заселить, что ли? Я могу сам нарубить, сгонять. Хотя нет, там есть одна квартирка, не занятая, только у меня от нее ключи именно, у меня нету. Во. Наверное, грацующее кобыло. И это у нас плюс еще и общага, насколько я понял. Да. Зеланд. Да, моя. Гидра, я принес вести. И вести весьма прискорбные. Видимо, ему кажется, что деда укусил зараженных, который был на салке. И, скорее всего, из-за старости лет этот укус может быть ему фатальным. Сейчас там некоторые из людей трудятся над ним, пытаются его вылечить настойкой. Но мне кажется, это все гиблое дело. Может быть, где-то есть лекарство? Ну, не знаю, может быть, у Бобы есть, но я Бобу очень давно не видел. Блин, очень фигово, надо к Бобу идти. У него спрашивают, он же шарит во всей этой медицине. Но сейчас, блин, надо все это обустроить, потому что я загружен, и я никак деду не помогу. Мне надо разгрузиться. Ну все, я все вещи разгрузил. Собственно, у меня... Давай, кушай, 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 кушай. У меня все плохо по еде, это очень плохо. Сыр еще. О, я вообще сейчас... Я-то думал, что у меня все такое серое. Мне сейчас бы водички найти где-нибудь. У меня лекарства были, у меня аж говорил перед едой. Давай, давай, давай. Я аж покушал, но все равно лекарства мне эти помогут. Клиника Боба. Боба тут нет. Но Боб по-любому находится у деда в таверне. Там без акушки пьет. Они молятся, серьезно? Помогло! Или может кто-то продать попить может? Я очень пить хочу. У меня монетка есть. Да, да, да. Так. Давай монетку дати... О, держи монетку. Господи. Мне очень фигово водичка тут закончилась. У нас с водой большая проблема. Этот самогон, конечно, пожестче. Пока у нас дед поправляется, я отправлюсь в город, потому что мне нужна еда. Я очень-очень страдаю, особенно вода. А у меня есть две монетки, плюс еще там 10 долларов. Я не знаю, их можно обменять, нельзя. Но я заодно и проверю. Так, я отправился, получается, в город. Ё-моё. Вроде бы он не... А нет, слушай, тут что-то... Тут упало. О-о-о-о. Я не помню, что падала вот эта вот клетка. Это мы раньше на ней висели, она упала. Так, значит, погнали сразу в обменник, потому что мне нужно обменять деньги. Так, вот у нас обменник, у него тут кипа баксов лежит. Ну что ж, давай меняться. Бабки он не забирает и покупает только одну монетку за единицу, к сожалению. И у меня получается два опыта. Это очень мало. Вот квесты у нас тут еще. Кстати, квесты, я ж могу их повыполнять. Надеюсь, может, в баре что-нибудь куплю. Найдется что-нибудь пожрать. Пожрать всегда найдется, присаживайся. Вот тебе меню. Так, 4, 4, 1, виноградный сок, вода 3. Вода 3, мне не хватает на воду, это очень плохо. Ладненько, пьем яблочный сок. Конечно, мы все свои деньги потратили, но хотя бы мы теперь уже более-менее сыты. Так, что по заданиям? У нас, собственно, ты у нас, Влада. Привет, парнейшин. Не хочешь немного экзотики? Ну, мы с тобой уже беседовали по этому поводу. Что это за задание, Дашь? Так, вот они, квесты. Самозащита. Принести пистолет. А у меня есть пистолет. У меня есть пистолет. Внешний вид. Штанный курт. О, плюс 10 опыта. Братан, дождаем. Да у меня денег нет. Да, ну ладно. Так, принести фонарик. Фонарик плюс 6 опыта, но я сейчас свой фонарик не буду отдавать его. Принести сумку. Сумка у меня есть, но не такая, блин. Это все в кровавых землях надо искать. Так, и баночку меда принести. Ну, собственно, все квесты я отдавал. Блин! Я отдал ей как-то фонарик. Отдай мне фонарик мой, ты мне фонарик забрала. Да, она мне заплатила за фонарик, но мне-то фонарик тоже нужен. 18, нифига. Очень дорого. Ну, похоже, ночные вылазки мне уже закрыты. Я их сейчас не повылажу никуда. Ну, тогда деньги мы возьмем, занесем их домой, чтобы они просто лежали у меня. Все, мы на моем острове, погнали. Моя квартира под раковиной, я, пожалуй, оставлю свои монетки, чтобы они просто тут лежали. И погнали к деду, посмотрим, как он надеюсь, что он еще живой. Блин, бар деда закрыт, ем. Ты не знаешь, что с дедом? Деда ждешь? А он все, тут свет ушел. Серьезно? Да, так это бегал, там, насчет отеля спрашивать. Ему помогали, помогали, и, короче, никак не смогли помочь. Это очень ужасная новость. Ну, хотя бы он умер на наших землях, а не на кровавых. Давайте выпьем за деда. За деда. Надо посадить вон там, на огороде. Ты будешь-ка что-нибудь? Сразу, чик-чик, и нет пипишки. Я случайно, мои детки, и здесь не взяла. Еще дубы, кто хоть из-за меня. Ты знаешь, когда Оливер вернется? Точно не знаю. Он сговорит, что скоро через недельку где-то так и вернется. Там что-то все в церкви бегают. Погнали в церковь. Ну что, мужики, погнали. Что ж, помянем деда. Это у вас любимый самоган. Я уверен, что дед не хочет, чтобы мы грустили, а наоборот, чтобы мы еще больше сплотились и достигли еще больших высот. Надо идти дальше. Погнали. Что, дед? До свидос. К сожалению, он не выдержал. Был уверен, что он сможет выжить, но нет. К сожалению, никак. У нас 48 минут до открытия зоны. Это очень долго. Я эти 48 минут, пожалуй, все-таки пережду дома. Посплю. Тем более, я диван себе поставил. Монетки и деньги у меня есть. В принципе, только у меня фонарика нет. Я, конечно, его просрал. Очень неприятным образом. Но, с другой стороны, заработал немного. Надо будет как-то пилу раздобыть. И, собственно, с помощью пилы накрафтить себе побольше ящиков, чтобы еще больше вещей я мог сложить. А хотя, подожди, можно же еще вещи купить, собственно. Там же 6 монеток вроде бы стоит сейф или шкаф. Ммм, железный шкаф это уже будет вот такой вот хороший. Оливер только через неделю вернется с вылазки. Так что будем его ждать. И пока что я просто подремлю. Спасибо большое за просмотр. Если мы наберем 2500 лайков, то продолжение будет как можно скорее. Увидимся уже в следующей серии. Подписывайся на канал, комментируй, вступай в группу ВКонтакте, жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Удачи, дружище. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok